Путешествие на север – всегда волнительное и опасное приключение. Помимо холода, льда и снега такой круиз стоит в себе массу интересных и увлекательных впечатлений. Туристам, предпочитающим подобный экстремальный вид отдыха, потребуется тщательная подготовка. Заранее необходимо продумать маршрут, подобрать удобную одежду, обувь, собрать провизию. В последнее время все чаще северные просторы России привлекают иностранные компании. В настоящее время туристические компании крупных стран мира готовы предоставить свои услуги по перевозке желающих посмотреть северные просторы. В список лучших туроператоров вошли следующие страны мира – Канада, Китай, Корея, Сингапур, Америка, Россия. Из возможных путешествий на север круизы в Арктику ценятся среди туристов больше всего. Помочь увидеть природу в своем первозданном виде путешественникам могут компании Royal Caribbean, американская компания, включающая в себя 42 судна, путешествующие по разным круизным направлениям. Panant – французская круизная компания, предоставляющая круиз на ледоколе на Северный полюс. Silbrity Crisis – российская фирма, базирующая в Москве, но имеющая более восьми направлений в разные точки земного шара. Costa Crisis – итальянская компания в области круизных путешествий. Небольшая фирма Silversia Crisis основана двумя итальянцами в 1994 году. За время существования компания получила известность далеко за пределами Европы. К 2018 году 80% клиентов – это иностранные граждане с Востока, Америки, Азии. Не так давно в маршрутную карту было добавлено еще одно направление – круиз Исландия, Гренландия. Русская компания «Посейдон» организует на ледоколе 50 лет победы круиз в Антарктиду и Арктику. Количество компаний, оказывающих услуги в сфере круизных развлечений, достаточно велико. Выше перечислены наиболее популярные туроператоры, проверенные на рынке сервиса и услуг годами. Важно, несмотря на всю экзотичность этого вида отдыха, круиз по Северному морскому пути поставлен на поток не только в России, но и в других странах мира и пользуется большим спросом в любое время года. Северный вокзал «Париж» – путешествие на Северный полюс почти ничем не отличается от других круизных поездок. Оно рассчитано на определенный срок, может длиться от 2 до 14 дней. Добраться до крайней точки севера можно различными способами – сухопутным путем, используя лыжи или собачьи упряжки, по воздуху, перемещаясь на вертолете, на ледоколе, через океан. Круиз в Антарктиду из России стартует из Мурманска. Точки Северного полюса ледокол достигает только на шестые сутки. Во время путешествия туристам предлагается взять на прокат лодки, чтобы посмотреть самые скрытые места Антарктики. На заметку, в стоимость поездки включена прогулка по антарктическим льдинам, знакомство с флорой, обитающей на полюсе. После того, как ледокол достигнет 90 градусов северной широты, судно будет остановлено. Отважным членам команды могут предложить спустить на льдину и оставить в толще океана капсулу с посланием. По возвращению назад ледокол следует через архипелаг Франца Иосифа. Во время путешествия опытные гиды на протяжении всего пути сопровождают поездку интересными рассказами и заметками из дневников первооткрывателей этих земель. Важно, самым престижным считается круиз на ледоколе. Статистики утверждают, что высокая стоимость туристического маршрута не клиентов, а наоборот показывает их состоятельность и высокое положение в обществе. Для новичков, которые хотят почувствовать арктическое дыхание холодных ветров и двумя ногами постоять на макушке планеты это удовольствие в среднем обойдется в миллион рублей звездочка. Круиз по Байкалу на теплоходе как и на любое путешествие, при раннем бронировании действует гибкая система скидок до 125 тысяч рублей. На заметку, круиз на Северный полюс изобретения русских туристических компаний. Есть круизы на Аляску или круизы по Белому морю, но они не передают тех ощущений, которые получают туристы от пребывания на месте, где сохранилась жизнь в ее первозданном виде. Туры в Арктику и на Северный полюс отправляются на следующих судах. Ледокол – 50 лет победы. Размер групп, набираемых для поездки, от 50 до 128 человек. В стоимость входит размещение, питание, круиз по высадке, согласно программе, услуги гида, фотоотчет, групповые экскурсии на борт и на время высадки. Стоимость от 30 тысяч долларов звездочка Ледокол – Ямал – способен сформировать группу до 120 человек. Стоимость от 22 тысяч долларов звездочка. Капитан Хлебников – может отправиться с группой до 112 человек. Судно – профессор Хромов. Этот корабль для экспедиции способен вместить до 50 человек. Стоимость от 10 тысяч долларов. Звездочка – обратите внимание. Размещение в каютах зависит от того, на какую палубу был куплен билет. Каюты – люкс, расположены на верхней палубе. Эконом – номера – на нижней палубе. Средняя площадь – люкс, 27 кварталов. Метров – каюты эконом-класса – 17 метров. На борту имеется каталог дополнительных услуг, необходимых для комфортного проживания. Каюты – оборудованные новой мебелью, средства связи и спутниковое ТВ, лодки для высадки, разнообразное питание, богатый ассортимент напитков в баре, сауна, бассейн, библиотека. Купить билет на судно можно в интернете онлайн или у проверенных туроператоров. На сайте турагентов указывается вся информация о поездке, стоимости и ее продолжительность. При покупке онлайн достаточно оставить заявку и администратор сайта свяжется с вами для уточнения информации и оплаты. Обратите внимание, в стоимость путешествий на вышеперечисленных суднах входит размещение, питание, круиз по высадке согласно программе, услуги гида, фотоотчет, групповые экскурсии на борт и на время высадки. Ледокол «50 лет победы» на суднах «50 лет победы» и «Ямал» можно отправиться в круиз по следующим местам Арктики, архипелаг, Шпицберга. Поездка включает в себя путешествие на научную станцию, просмотр жизни северных животных в естественной среде обитания. Судно проплывает мимо величественных фьордов и айсбергов, поэтому роскошные виды гарантированы. Температура для зимних поездок не превышает более минус 30 градусов. В летнее время температура может достигать плюс 10 градусов. Средняя продолжительность тура – 6 дней. Остров «Гренландия» путешествия в эти таинственные края не оставит равнодушным ни одного на борту. За время поездки пассажиры судна смогут насладиться ледниками, внесенными в список культурного наследия ЮНЕСКО, вступить на землю, где зародились викинги и увидеть культурные памятники эскимосов. Специалисты советуют посещать это место в период с июля по сентябрь, когда температура наиболее комфортна для пребывания. Среднее время туристической поездки – 7 дней. Важно! Оптимальное время для путешествий на Северный полюс – лето или весна. Лето на «макушке» земли начинается в июне. Поэтому это время считается наиболее излюбленным для туристов. Лед в этот период времени считается наименее плотным. Единственный минус путешествия заключается в том, что высадка предусмотрена в это время только для опытных, профессиональных путешественников. Таким образом, оказавшись на борту круизного судна, турист никогда не пожалеет о таком путешествии. Эта поездка идеально подойдет как для романтического путешествия, так и для исследовательских целей. Звездочка цены актуальны на июль 2018 года.